Умма.ру. Достоверно об исламе. Сура Аль-Алик. Сгусток крови. Перевод смыслов 96-й суры Священного Писания и комментарии. Именем Аллаха, именем Бога, Творца Всего Сущего, одного и единственного для всех и вся, милость которого вечно и безгранична. Умма.ру. Достоверно об исламе. Умма.ру. Достоверно об исламе. Умма.ру. Достоверно об исламе. Первый. Читай с именем Господа Твоего, который сотворил. Аят второй. Сотворил человека из сгустка крови. Аят третий. Читай, просвещайся, всесторонне развивайся. Господь Твой наищедрейший, о чем не следует забывать, преодолевая трудности и лишения, а также когда приобщаешь себя к новым знаниям, что на первых порах кажется невыносимо тяжелым. Аят четвертый. Господь Твой, который научил Перу, Научил человека письменности. Заложил в нем возможность писать и читать. Аят пятый. Научил человека, открывая перед ним все новые горизонты познания тому, чего тот не знал. Сноска. Эти пять аятов являются первонеспосланными от Господа заключительному посланнику Божьему, пророку Мухаммаду, да благословит его Всевышний и приветствую. Аят шестой. Нет же, сыну человеческому всегда мало, и он постоянно недоволен. Поистине, человек переходит границы морали, нравственности, нарушает границы дозволенного, грешит. Например, легко может позволить себе пить спиртное, обманывать или ругаться. Аят седьмой. Переходит границы из-за того, что не видит себя, особенно после того, как встанет на ноги и приобретет материальную независимость, нуждающимся в вере и благочестии, в покорности Богу. Аят восьмой. Поистине, к Господу Твоему возвращение всех когда-либо живших на земле для ответа за слова и дела. Аяты девятый и десятый. Видел ли ты того, кто запрещает рабу Божьим, человеку верующему, молиться, совершать молитву-намаз пред Господом миров? Аяты одиннадцатый и двенадцатый. А если он, молящийся Богу, на верном пути и призывает к набожности? Аят тринадцатый. А если он, этот запрещающий, обвиняет во лжи правдивого и отворачивается от того, что и впрямь является истиной? Аят четырнадцатый. Разве он, этот поспешный в своих выводах, не знает, что Аллах, Бог, Господь, видит абсолютно все и слышит? Аят пятнадцатый. Нет же. Если он не перестанет так себя вести, мы схватим его в судный день. Ангелы схватят его унизительно за чуб и потащут в ад. Аят шестнадцатый. Сурово поволокут за чуб. Лживый хозяин его и серьезно ошибающийся. Причем настолько ошибающийся, что лишает самого себя благополучия в вечности. Аят семнадцатый. Пусть зовет на помощь свое собрание, своих единомышленников. Аят восемнадцатый. Мы же, говорит Господь миров, позовем стражей ада, которые заберут его в преисподнюю навечно, быстро с ним разберутся, если так и не уверуют до самой смерти. Аят девятнадцатый. Нет же. Не покоряйся ему, запрещающему тебе молиться, а совершай земной поклон пред Господом и приближайся к нему через добрые дела и поступки. Сноска. Прочитав девятнадцатый аят данной суры в арабском оригинале, необходимо по возможности совершить один земной поклон в направлении Мекки, Каабы, проявляя тем самым покорность пред Богом и почтение к его заключительному писанию. Милостью Всевышнего Тавсир девяносто шестой главы Священного Корана подошел к концу. Именем Аллаха, именем Бога, Творца Всевосущего, одного и единственного для всех и вся, милость которого вечно и безгранично. Субтитры создавал DimaTorzok